Уважаемые президиумы, коллеги, говоря о проведении интервенционных вмешательств, прежде всего необходимо отметить, что их количество на протяжении всех последних, наверное, двух десятков лет в мире неуклонно возрастает. И причиной тому является, с одной стороны, малая травматичность этих вмешательств, а с другой стороны, их достаточно высокая эффективность. Залогом успешности проведения данных процедур является точное позиционирование того инструментария, который необходим. Поэтому мы сегодня поговорим о вариантах проведения интервенционных процедур под контролем, в частности, компьютерной томографии. Какие же в целом используются способы лучевого контроля для проведения интервенционных вмешательств? Они многообразны. Это и обычная, привычная всем рентгеновская флюороскопия, это и ультразвуковой метод, это и магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, фьюжн-технология. В целом спектр разнообразен. Естественно, что каждый из этих методов обладает своими преимуществами и недостатками. Так, интервенционная флюороскопия позволяет выполнять вмешательства в режиме реального времени с высоким пространственным разрешением. В основном применяется при проведении эндоваскулярных вмешательств, однако сложности возникают когда? Когда мы имеем дело с мягкотканными структурами, и нам банально, зачастую сложно сориентироваться в пространстве, где же находится цель нашего очага и где же расположен инструментарий. Ультразвуковой метод, блестящий, во многом хорош и быстрый, и режим реального времени, и широкодоступен, и низкая себестоимость, и можем визуализировать сосуды, и сосуды используя Доплер. Например, нет лучевой нагрузки, замечательно, но когда мы сталкиваемся опять же с работой на легких, с работой на костях, здесь мы зачастую практически бессильны и вынуждены прибегать к другим методам лучевого контроля. Магнитно-резонансная томография с недавнего времени также получила распространение в проведении контроля интервенционных процедур. Практически режим реального времени, большое пространственное разрешение, и мы можем увидеть те образования, которые зачастую не видны методами УЗИ или КТ. Нет лучевой нагрузки, но дорого, но долго, и самое главное, необходимость использования магнитных инструментов, потому что по-другому просто нельзя. И, наконец, компьютерная томография. Какие здесь плюсы? Мы можем увидеть пространственное большинство органов и засудов. В целом, лучевому интервенционному радиологу привычно такое изображение, оно легко понимается, да, и мы имеем возможность выполнять мультипланарные реконструкции, воспроизводить данные при этапных операциях, однако лучевая нагрузка и некоторые сложности возникают при большом отклонении траектории инструмента от вертикальной оси, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, какие же в целом вмешательства под контролем компьютерной томографии проводятся? Это диагностические среди них, самые распространенные это BFC-аспирация, лечебные, аблации, дренирование, органостомия, введение этанола, нейролизиса и так далее. И есть небольшая группа этапных операций, в частности предоперационная маркировка, когда мы вынуждены, когда нам необходимо установить некую метку для того, чтобы в дальнейшем хирург уже выполнить то оперативное вмешательство в наиболее щадящем режиме. Какие же в целом существуют основные подходы к проведению вмешательства под контролем КТ? Это первый последовательный режим, когда врач позиционирует некий инструмент на определенную глубину, далее выходит назад в пультовую, выполняет контрольный скан, смотрит, где находится очаг, где находится игла, возвращается, продвигает инструмент дальше. И так, выполняя несколько последовательных сканирований, у меня врач появляется, то исчезает, он добивается нужного результата. Здесь какие минусы? Долго и определенные этапы мы выполняем практически вслепую, потом следует несколько секунд, иногда и до полминуты, прежде чем мы получаем скан нужного изображения. Это время, возможно, в это время происходит травматизация органа, и это, конечно, в определенной степени может быть небезопасным. Второй вариант – это КТ-флюороскопия. Врач находится непосредственно около больного, подавая напряжение на рентгеновскую трубку с помощью педали, он практически может в режиме реального времени отслеживать продвижение инструмента в теле человека и таким образом выполнить вмешательство быстро и наиболее безопасно. И, наконец, применение различных роботизированных систем направлено на то, чтобы обеспечить позиционирование инструмента в точку интереса по изначально заданной траектории. Вот пример последовательного режима. Каково основное условие его использования? Это малая вероятность повреждения внутренних органов. Когда выполняется функция паравертебрального образования, мы здесь не боимся повредить легкое. Никита Евгеньевич, можно вас попросить, сдвиньте мышку свою и вот здесь тогда, наверное, отобразиться. Ладно, мы пролетели. Проскочим этот момент. То есть мы не боимся повредить легкое, так как проходим экстраклеврально и безопасно выполняем функцию данного образования. КТ-флюороскопия используется при высоком риске повреждения атомических структур. Вот пример. Глубоко, достаточно глубоко расположено образование в легком, здесь порядка 4-4,5 сантиметров. Естественно, в такой очаг пропасть достаточно сложно, используя пошаговое продвижение иглы. Поэтому под контролем флюороскопии выполняется позиционирование инструмента и осуществляется забор материала. Видно, что вокруг образование, одна зона инфильтрации, отражающая кровоизлияние в окружающую паранхему. И, наконец, операции с применением роботизированных систем. Это используется в том случае, когда мы имеем некую сложную траекторию, и нам изначально имеем проблемы с позиционированием инструмента в точку интереса. Вот, например, образование метастаз в надпочечнике. Мы понимаем, что если мы пойдем строго перпендикулярно поверхности тела человека, мы наверняка заденем синус и травмируем легкое. Поэтому здесь оптимальным идти под углом, под наклоном, дабы пройти экстраплеврально. И с помощью манипулятора роботизированной приставки мы осуществляем позиционирование рабочего части под углом и, выполняя пункцию, проходим под углом к поверхности тела человека и достигаем зоны интереса. Теперь более детально поговорим про трансторакальную биопсию. Это, наверное, самая часто выполняемая процедура под компьютерной томографией, если мы сейчас не рассматриваем варианты аблаций. И с ней сталкивается большинство хирургов, большинство учреждений. Поэтому мы на этом вопросе остановимся более подробно. Когда же чаще всего проводится трансторакальная биопсия? Это если имеется подозрение на опухоль, и нам нужно забрать материал для гистологического исследования, чтобы выявить гистотип, определить стадию опухолевого процесса, провести молекулярные тесты. Или если имеется высоковероятность, что это образование воспалительной какой-то природы, но устойчивое к тому проводимому лечению, которое осуществляет лечащий врач. Тогда необходимо забрать материал, дабы выполнить посев с возможным получением предполагаемого возбудителя. Так, куда направить? Кто-то у меня дальше не листает. Прошу прощения на современная заминка. Прошу прощения на современной заминке. Необходимо заметить, что выполнение подобных вмешательств, таких как трансторакальная биопсия, как правило, выполняется не только в учреждениях онкологической направленности, но и даже в стационарах общего профиля. Потому что выяснить, это опухолевая природа образования, либо это воспаление, с этим сталкиваются, как правило, специалисты различных специальностей, не только онкологи. Кратко напомню анатомические особенности. Грудная стенка. Необходимо при выполнении трансторакальной биопсии пройти все ее слои, начиная от кожи и кончая пароэтальной и висцеральной плеврой. Стоит помнить, что по нижнему краю ребра проходят более крупные межреберные сосуды. И оптимальным является все-таки выполнение биопсии по верхнему краю ребра. Однако в практике могу сказать, что, так как мы используем, как правило, травматичные тонкие иглы, при выполнении биопсии это не столь принципиально, и крайне редко происходит травматизация межреберных сосудов, и кровотечения из них, как правило, не возникает. Какие же в целом этапы выполнения данной операции? Это оценка показаний и рисков. Здесь необходимо учитывать клинические данные, данные лучевых методов исследования. Выполняется ее планирование, определяется оптимальная цель, если мы имеем несколько очагов легких, надо выбрать тот оптимальный, из которого, высоко вероятно, мы заберем информативный материал. Выбирается способ, это будет тонкоигольная спирационная биопсия или трепанная биопсия. Доступ, как расположить пациента, под каким углом направить иглу, выбрать оптимальную траекторию. Дальше врач должен определиться с режимом, это режим последовательной флюороскопии, либо использование роботизированной приставки, и быть готовым к тем осложнениям, которые неминумно встречаются у ряда пациентов. После нужно сделать контроль, да, это может быть рентгенография, или большинство тех осложнений, которые возникают, они, как правило, видны уже сразу, то есть мы делаем контрольную компьютерную томографию сразу после выполнения процедуры, и далее оцениваем те осложнения, они могут быть легкие, которые не требуют никаких дальнейших действий, а просто наблюдения пациента, либо, если осложнение более тяжелое, здесь нам зачастую требуется и хирургическое вмешательство. Как правило, легкие осложнения наблюдают в течение определенного времени, дабы исключить их нарастание. И оценка результата, это либо мы получаем результат им удовлетворенный, получаем либо опухоль, либо воспаление. Если результат отрицательный, то здесь нужно задать себе вопрос, что явилось причиной, это истинно отрицательный результат, или мы просто не попали, и нужно выполнение повторной биопсии. Оценка показаний и рисков. Относительные противопоказания, это нарушение смертывающей системы крови, низкое содержание тромбоцитов, много больше, больше полутора, это дыхательные расстройства, затруднение дыхания, ИВЛ, которое является относительным противопоказанием, но об этом несколько позже. И хочу заметить, что применение гепарина и антикоагулянтов также является относительным противопоказанием, но аспирин не увеличивает риск кровотечения при выполнении биопсии. Клинические факторы. Осторожно относимся к женщинам, особенно старше 65 лет, активно курящих, с наличием ХОБЛ, при имя имеющих воскулит. Вдруг у кого-то из них есть трансплантированная легкая или резоцированная легкая, или пневмонектомия. Выполняем предварительное сканирование, это нативное КТ. Если мы пытаемся найти наиболее активный участок опухолевого ткани, если мы имеем какое-то большое образование, и нам нужно найти ту часть метаболически активную, именно из него выполнить забор материала, то здесь нам приходят на помощь методы радионуклидной диагностики. Анестезия. Как правило, это местная анестезия. У особо волнительных людей она дополняется умеренной седацией и при отдельных случаях возможно выполнение вмешательств под общей анестезией, в том числе с искусственной вентиляцией легких. Но здесь надо помнить, что оптимальным подходом является остановка вентиляции на период сканирования и на период ведения инструмента. То есть нужно попросить об этом анестезиолога, чтобы и быть с ним в контакте. Выбор операционного доступа оптимальный всегда на животе. Если мы имеем несколько образований в легких, часть из них расположена в задних сегментах, часть в передних, лучше всегда выбрать задний сегмент. Почему? Потому что ребра крепятся к позвоночному столбу, это часть легкого наиболее неподвижна и минимальный риск травматизации легкого и плевры. Лучше, если этот очаг не очень глубоко, оптимально меньше 4 см, угол сплеврой более 50 градусов и обязательно избегать участков фимфиземы, прохождения через междолевую щель, через крупные бронхи, сосуды, потому что все это чревато развитием пневмоторкса, формированием бронхоплевральной фистулы, кровотечения и так далее. Тех изложнений, которых мы, конечно, боимся. Выбор иглы. Трипанной биопсии или тонкоигольно-испирационной биопсии, конечно, лучше выбрать трепана, если есть такая возможность, потому что мы получаем столбик ткани, а не клетки на поверхности стекла, и мы можем провести те молекулярные тесты, которые позволят нам определить иммунную структуру опухоли. И что касается игл, то, естественно, тонкие иглы дают минимальное число осложнений, но оптимальным является все-таки, как по нашему опыту, это игла 17-18 гейдж. Для разметки иногда нам нужно просто понять, где находится образование, как найти его проекцию на кожу. Для этого могут использоваться различные рентгеноконтрастные решетки, рентгеноконтрастные метки, но в обычной практике, если вы не занимаетесь этим рутинно, то у вас их может не быть, и в этой ситуации нам на помощь приходит самая такая простая, оптимальная вещь, это просто положить на поверхность тела скрепку, отсканировать, увидеть, как эта скрепка соотносится с тем очагом, и является ли наша траектория оптимальной относительно расположения этой скрепки, относительно расположения очага в теле человека. Здесь также на рисунке представлены некоторые механические направляющие, которые могут быть использованы при выполнении биопсии. Наблюдение после. Основные осложнения – пневмоторакс, кровотечение и период наблюдения. Когда и сколько наблюдать? Еще раз скажу, что большинство осложнений развивается сразу. Мы сделали вмешательство и сразу видели либо воздух, либо кровь. Но хорошо все-таки наблюдать человека хотя бы час. Если мы через час видим, что что-то сохраняется, тогда рекомендовано все-таки отсканировать, либо выполнить КТ, либо выполнить рентген на более поздних сроках. Необходимо помнить, что когда мы отпускаем человека, его надо предупредить о том, что осложнения могут развиться отсрочно. В течение суток иногда могут возникнуть те или иные отклонения. Оптимальные сроки наблюдения – до 4 часов. Проведен широкий метаанализ на большой выборке в сравнении трепанной биопсии и аспирационной биопсии. Конечно же отмечено, что при аспирационной биопсии этих осложнений меньше, примерно на треть, что тяжелые возникают несколько реже, что пневмотораксы развиваются меньше и так далее, и кровоизлияние, и кровохарканье. По всем параметрам аспирационная биопсия будет более выгодна. Но все-таки, если есть возможность забрать столбик ткани, нужно прибегать к этому. Пневмотораксы развиваются у каждого пятого. Но, как правило, это все-таки малые пневмотораксы. Такие пневмотораксы, которые требуют дренирования, развиваются много реже. Какие основные симптомы? Это одышка, пациент жалуется, что ему тяжело дышать, боль, можно определить перкутурно-коробочный звук над поверхностью, над грудной стенкой, тахикардия, гипотензия и так далее. Какие факторы риска? Это глубоко расположенное образование, это эмфизема легкого и те технические особенности, о которых мы говорили уже выше, которые могут привести к развитию осложнений. И снижение риска, плевральность вращения и образование прилежащей плеврии или образование средостения. Вот пример. Выполнена версия образования легкого. Сразу мы видим, возник пневмоторакс, который в дальнейшем потребовал дренирования. Кровотечение в той или иной форме развивается у достаточно большого числа пациентов, но так же, как и в случае пневмоторакса, это, как правило, небольшие кровоизлияния. Вот нулевая степень только вдоль канала, первая степень меньше 2 см вокруг биопсийного канала, вторая степень более 2 см, третья степень это кровоизлияние, занимающее практически всю долю, и четвертая степень это гемоторакс. Также необходимо помнить, что развивается иногда кровохарканье, надо об этом пациенту предупредить. Этого не нужно пугаться, если это носит какой-то приемлемый характер, что в принципе мы так или иначе травмируем мелкие бронхи и получаем кровохарканье у достаточно большого числа больных. Что же увеличивает риск кровотечения? Женский пол, возраст более 60 лет, эмфизема, пункции субсоленных образований мелких и глубоко расположенных и нарушение смертывающей системы крови. Не повышает риск гипертензии и прием аспирина. Например, пациентка, страдающая Б-клеточной лифомой, у которой возник рецидив, необходима была повторная верификация процесса, и было принято решение о выполнении транстаракальной трепан-биопсии. Здесь видно иглу, наверное, может быть, плохо видно. И после выполнения биопсии возник гемоторакс, так как у пациентки были достаточно низкие значения тромбоцитов, она сразу была помещена в реанимацию по динамическому наблюдению, потому что мы боялись, а не возникли для нее более серьезные кровотечения. И вот такую картину мы имели примерно через час. Пациентка была взята на срочную операцию, была выполнена коагуляция сосуда в легком, не в грудной стенке, а в легком, как результат нашей интервенционной процедуры. И более редкие виды осложнений – это воздушная эмболия, возникает когда мы проходим через легочную вену или когда по ходу движения инструмента находятся эмфизоматозные участки легкого. Симптомы – нарушение ритма, шок, нейродефицит при закупорке церебральных артерий и лечение. Лечение положения тренделенбурга и кислород, ну что касается гипербарической оксигенации, то мы, естественно, понимаем, что в большинстве стационаров это будет недоступно, но хотя бы вот это первое, и отправить пациента в реанимацию нужно немедленно. Дискутабельным является вот такое осложнение, как метастазирование вдоль биопсийного канала. Существует отдельное сообщение о том, что данное осложнение развивается. В своей практике мы такого никогда не видели. Редко, но по данной литературе, в общем-то, не так. Наверное, редко, да? Может возникнуть даже летальный исход. В целом, каковы же показатели информативности трансторакальной биопсии? Чувствительность достигает 94%, специфичность 100%, точность 95%, прогностическая оценность положительного результата 100%, и вот на этом числе я хочу подробно акцентировать внимание, что если мы вдруг не получаем результат, получаем отрицательный результат, то не нужно успокаиваться, потому что отрицательный результат еще не значит, что там нет того, что мы пытаемся найти. Факторы информативности, которые за нас, это КТ-флюороскопия, трепанная биопсия в сравнении с аспирационной, забор нескольких образцов и относительно средний размер образования. Да, нам оптимально это небольшое и немаленькое. Факторы, понижающий успех, аспирационная биопсия, один образец, нижняя доля образования плевры, по поводу нижней доли, это связано с тем, что нижние сегменты легкого всегда более смещаемы при дыхании, слишком маленькие или слишком большие образования, потому что большие могут быть неоднородные средства и некроза, и вот еще приводится по данной литературе такая вещь, доброкачественная теология. О том, что не стоит успокаиваться перед рецептным результатом, я уже сказал. Какие же выводы мы можем сделать относительно трансторакальных биопсий? Трансторакальная биопсия требует подготовки, необходим анализ, прежде чем что-то начинать делать, надо подумать, нужно ли, каким способом и чего ожидать. Мы должны быть готовы к тем осложнениям, которые могут возникнуть. У нас должен быть на связи трансторакальный хирург, у нас должна быть на связи реанимация, в случае чего нам нужна будет помощь. И при соблюдении всех вышеотмеченных правил мы можем сказать, что диагностическая информативность трансторакальной биопсии высокая. Теперь несколько слов про биопсию и других локализаций. Что касается этапов, все примерно то же самое. Нам надо, как я уже сказал, подумать, оценить показания, риски, спланировать, подумать, как мы будем проводить контроль и как мы будем оценивать тот полученный результат, который нам даст лаборатория. При биопсии кости могут использоваться помимо обычных игл, иглы более мощные, со стилетом, потому что нам нужно пройти к артикальному пластинку кости зачастую, чтобы забрать материал из мозгового слоя. Вот пример образования седалищной кости. Мы здесь видим, что картикальная пластинка больше и больше частью разрушена, поэтому в этой ситуации мы можем, естественно, применить обычную иглу. Иглу для костной треплодобиопсии нам использовать необязательно. И вот другой пример. Мы видим, что картикальная пластинка сохранена, она толстая, гиперостолстая, нам нужно попасть сюда, поэтому, естественно, надо использовать более мощный инструмент, чтобы пройти картикальный слой от установленной игла в зону интереса. Определьные сложности всегда возникают с биопсией образования позвонков. Здесь должен быть различный доступ в зависимости от локализации патологического процесса. Так, если это поражен грудной позвонок, то используется либо доступ через транспедикулярный, через дугу, либо доступ к костовертебральный в области соединения ребра и позвонка. Поясничный отдел мы заходим сбоку, потому что, иначе в тело позвонка никак не попасть, что касается шейного отдела, это либо латеральный, переднелатеральный, либо трансоральный доступ. Пепсия печени. Оптимальным, конечно, является выполнение этого вмешательства под УЗИ-процедурой. Однако, если под УЗИ не получается, то мы прибегаем к неким альтернативам. Одна из альтернатив это компьютерная томография. На большом материале было показано, что тяжелые осложнения развиваются нечасто, в 0,4% случаев. Основные это кровотечения, плимоторекс при травмировании синуса или желчный перитонит. Что большинство кровотечений отмечается первые два часа. Что использование толстой ИГТ увеличивает риск тех осложнений, о которых мы говорили. Особенно необходимо настороженно относиться к пациентам с циррозом, с гепатоцеллюлярным раком, асцитом, желтухи. Это поверхностное образование, гиперваскулярное образование, в частности, если мы думаем о гемангиоме. И относительно безопасно использовать тонкие иглы 18-20 гейдж. Биопсия почки. Примерно одинаковые данные по данной литературе имеются в информативности биопсии под КТ и УЗИ-контролем. Следует помнить, что нужно забрать как минимум два образца, лучше больше, что трепанная биопсия более информативна, чем аспирационная, так же, как и в случае печени использования иглы ТОТ-18 гейдж, избегать повреждения ЧЛС, почечных сосудов, мочеточников, осложнения кровотечения, боль, гематурия, повреждения соседних органов. И наблюдаем пациента примерно три часа. Если вдруг возникла субкапсулярная гематома, сильно пугаться не надо, у большинства пациентов она в той или иной форме развивается. И все поджелудочные железы. В нашем центре мы предпочитаем все-таки проводить данные вмешательства под УЗИ-контролем, но если там возникают сложности, то ЭКТ тоже является методом альтернативы. И все-таки это поджелудочная железа, глубоко расположенный орган, добраться туда зачастую бывает крайне непросто, поэтому можно использовать как трепанную биопсию, так и тонко- игольная аспирационная биопсия. По данным литературы, все-таки чаще используется аспирация, но трепанная биопсия также возможна. Информативность метода несколько ниже, чем при выполнении вмешательств под УЗИ-контролем. Какие доступы могут быть? Доступ передний либо задний? Подробнее немножко. Передний доступ. Самым лучшим вариантом, если мы найдем такое окно, которое позволяет пройти игле без травматизации каких-либо соседних органов, но если такого варианта нет, то прохождение через желудок или через тонкую кишку является допустимым, ничего в этом страшного нет, используя современные иглы для трепанной биопсии имеют отравматичный конец, он не разрывает ткань, он раздвигает волокна ткани, и таким образом в дальнейшем этот дефект закрывается и не возникает перитонита, не возникает кровотечения. Также возможно выполнение вмешательства через паренхему печени тоже не является чем-то уникальным. Задний доступ, опять же, оптимально пройти, минуя какие бы то ни было органы, но собственного опыта мы такого не имеем, но по данной литературе можно даже проходить через нижнюю полую вену, и это допустимо. Какие же еще вмешательства под контролем компьютерной томографии имеют место? Это предоперационная маркировка. Иногда возникают ситуации, когда имеются какие-то крошечные очаги в легком, глубоко расположенной, добраться, найти, которые во время видеоторакоскопии, затруднительно, поэтому, чтобы помочь торакальному хирургу, надо каким-то образом пометить это место, чтобы потом на операции было легко его отыскать. Вот под контролем компьютерной томографии к очагу продвигается такая специальная игла, содержащая на конце крючок, который можно выдвинуть, и в конце этот крючочек выдвигается, рядом расположен очаг, и потом торакальный хирург во время операции может, идя по этой ниточке, которая остается в теле человека, с которой он едет в операционную, добраться до этого очага. Это пример пациента, это маленький человек, ему примерно 5 лет, поэтому все немножко смазанное, но даже у таких маленьких детей выполнение подобного подхода разумно и оправданно. Дренирование. Как и при любых других методах лучевого контроля, использование компьютерной томографии позволяет выполнять данный вид вмешательства. Сложности когда могут возникнуть, когда скопление, которое мы хотим дренировать, расположено каким-то таким сложным образом, что мы не можем пройти под углом 90 градусов к поверхности тела человека, когда мы имеем более сложные траектории. Здесь мы, конечно, выполняем либо этапно эту процедуру, либо наклоняем гентри, либо используем в помощь себе роботизированную приставку. Видно, что это изображение не в аксиальном срезе, оно наклоненное и удалось поставить катетер к воротам селезенки. Аналогичный пример. Пациент после экстерпации прямой кишки имеется скопление в пресакральном пространстве жидкости, у пациента рехорадка было принято совместно с хирургами решение, что его необходимо дренировать. К этому в это скопление сначала установлена игла с проводником, выдвинут проводник, такая тонкая леска, и потом по этой леске туда уже введен пиктейл-катетер и скопление жидкости дренировано, оказался гной. пиктейл-катетер несколько слов буквально о облативных технологиях и использовании компьютерной томографии в качестве метода контроля при проведении этого вида вмешательств. Здесь нам нужна, конечно, прежде всего, когда мы на этапе планирования, мультидисциплинарная команда, это химиотерапевт, радиолог, хирург, интервенционный радиолог, анестезиолог. Надо понять, во-первых, является ли облация оптимальным способом лечения в данной ситуации, и если да, то когда, каким образом ее провести. Мы чаще всего используем либо РЧА, либо КРИО. Современные КРИО-аппараты, тот, который мы используем, в частности, позволяют формировать достаточно большой ледяной шар и с использованием в общем-то тонких зондов, толщина зонда порядка полутора миллиметров, примерно такой же, как и при КРИО-аблации, вот удается выполнить подобные вмешательства. Какие этапы, из каких этапов складывается данная процедура? Это оценка, в принципе, возможностей выполнения облации, ее планирования. Надо оценить взаимоотношение опухолевого очага с соседними органами и понимать те риски, на которые мы идем. И то первое предоперационное сканирование будет, естественно, являться тем бейзлайном, с которым мы в дальнейшем будем сопоставлять послеоперационные данные. Непосредственно сама процедура анестезия, установка, инструментария, выбор режима облации и после выполняется контроль осложнений и полноты проведения процедуры. В качестве нескольких примеров буквально метастатический очаг колоректального рака в легком, установлен радиочастотный электрод и выполнена облация ЧГ. Аналогичный пример, что касается почки, образование в правой почке с помощью механической приставки, крепящейся на коже человека, удалось позиционировать инструментарий в образовании и выполнена облация опухоли. Пациентка, страдающая раком яичников с метастатическим поражением крестца, у пациентки выраженный болевой синдром, поэтому предпочтение оптимально отдать криотерапии, так как она более эффективна в оккупировании болевого синдрома. Установлено несколько криозондов в зону деструкции и проведена криоаблация. Те режимы воздействия, которые мы можем видеть на мониторе, что температура порядка минус 200 градусов. И непосредственно после процедуры видна зона первичного крионекроза, гиповаскулярная зона в низкой плотности. В дальнейшем эта зона крионекроза приобретет более значительные размеры. Каков контроль? Это отсутствие контрастирования того образования, на которое мы воздействовали, то, что область облации закрывает опухоль, и уменьшение размеров образования в динамике при дальнейших исследованиях. Какие рекомендации относительно сканирования? Это использование контрастирования, это мультифазное сканирование и сравнение с предоперационным материалом, с тем бейзлайном, который мы проводили в период подготовки. И контроль. Здесь существуют разные рекомендации относительно разного вида опухолей, но, как правило, это значения 3-6-12 месяцев удаляя каждый год. Какой вывод хотелось бы сделать в смысле сегодняшнего доклада? То, что компьютерная томография позволяет проводить интервенционные вмешательства, обеспечивая высокий уровень визуализации, высокий уровень контроля осложнений и является зачастую тем методом выбора, который оптимален при лечении пациентов. Спасибо большое. Илья Александрович за прекрасный доклад. Есть ли у кого-то вопросы к докладчику? Да, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, почему женский пол является клиническим фактором риска? Я думаю, что это связано только с тем эмоциональным фоном. Просто женщины больше волнуются, более интенсивно дышит и, соответственно, больше вероятность того, что мы травмируем легкое. Второй вопрос. Для чего проводить интервенционное вмешательство под контролем КТ, если информативность получается под контролем УЗИ и контролем КТ совершенно одинаковая? В частности, при заборе материала при раке почки? Как я уже в докладе отметил, это является методом альтернативы. Мы в рутинной практике не пунктируем почку под контролем категории и томографии. Если возникают те или иные сложности у УЗИ специалиста, то здесь мы, конечно, приходим ему на помощь. Но это отнюдь не метод выбора при диагностике образований брюшной полости. И очень щепетильный вопрос. Прогностический отрицательный результат от 6 до 84%. Ну и за ним же стоит ваша фраза, что надо очень внимательно взвешивать все-таки отрицательный результат мы получили, потому что мы не там забрали, ну или отрицательный результат, потому что там вот что значит очень внимательно взвешивать и вот анализировать, что вы учитываете при этом? Какие факторы? Ну имея определённый опыт забора материала, когда выполняешь вмешательство, то можно уже по тому характеру материала, который забрал, по тому столбику, который мы извлекаем из иглы, уже сказать, это похоже на опухоль, это похоже на некроз, это похоже на легочную ткань, это похоже еще на что-то, хотя бы вот этот фактор уже является достаточно весомым, то есть оценивать тот столбик, который мы даже макроскопическое, макроскопическое, сугубо макроскопическое, когда это маленькое образование, ты пунктируешь и думаешь, ты был там, или всё-таки ты мог промахнуться, и вот эти складывают эти субъективные факторы в какую-то единую общую картину, мы всё-таки можем сделать вывод, что стоит пытаться ещё раз, или действительно ты уверен, что ты выполнил всё правильно, и то, что ты получил опухоль, это, видимо, действительно то, что её там нет. Спасибо большое. Александр Ильич, ну вот в своё время в Академии занимались астрокальной биопсией, используя обычную венгеноскопию, и вот когда иглой подходили к образованию в лёгких, то, учитывая, что эластичность лёгочной ткани очень велика, это образование, оно всё время норовится скачать с иглы, но потом посещая разные конгрессы, выставки, я видел, что придумали такие гарпунные иглы, которые как бы выстреливают, рассчитываются расстояния, направления, и потом это гарпун, прямо он с высокой скоростью, он попадает именно в образование, и удаётся без каких-то со скальными взять материал. Это один вопрос. Вы как относитесь к этим гарпунным иглам и используете ли в своей практике. Второй вопрос касается того, что когда я опять же говорю о лёгком, можно взять этот материал из середины этого образования, и потом найти там просто признаки уже микроза и прочего, прочего. И потом дифференцировать очень сложно. Или же когда берут с края, например, как бы получается точнее, как бы зона роста идёт по периферии, и тогда уже результаты более уверены. Вот вы как можете это комментировать? Это в самом деле так на вашем опыте? Спасибо. Можно запустить ещё раз презентацию? Владимир Максимович, я начну со второго вопроса, пока открывает презентацию. Да, если это большое образование, то высоковероятно то, что в середине этого образования будет некроз, поэтому естественно оптимально брать откуда-то с периферии. Это один момент. Второй момент. Мы, как правило, прежде чем выполнять процедуру, имеем те данные компьютерной томографии, пациент приходит либо обследованный к нам уже, либо мы его обследуем у себя и выполняя компьютерную томографию с контрастированием мы видим это образование одинаковой плотности, да, оно имеет или структура его гетерогенная с какими-то участками некроза, участками распада, участками низкой плотности, не накапливающих контрастное вещество. И поэтому если это образование гомогенно-контрастирующееся, которое вероятно является однородным, то и, как правило, небольшим, то здесь не принципиально откуда взять. Если же это большое образование, в котором видны участки некроза, распада и так далее, то здесь естественно предпочтение отдаётся периферической зоне. Касаемо вашего второго вопроса относительно использования инструментов. Да, действительно, тот инструментарий, который мы используем на сегодняшний день, это, как правило, иглы для трепанобиопсии, которые как устроены, у них есть внешняя, внешняя часть и внутренняя, выстреливающая. Вот в этой выстреливающей части есть такая каверна, такое углубление, в котором, по сути, срезает образец ткани. Сначала игла выходит, проходит через образование и потом возвращается назад. Подобная игла заряжается вот в такой пистолет и, нажимая на кнопку, с большой скоростью, за счёт того, что там тугая пружина, эта иглка выстреливает и возвращается, срезая кусочек ткани. Поэтому вы абсолютно правильно заметили, что, конечно же, если мы используем аспирационную биопсию или просто пытаемся каким-то образом срезать кусочек, то без биопсидного пистолета выполнить забор достаточно сложно. Есть ли у кого-то ещё вопросы? Да, если можно. Спасибо большое, Илья Александрович, за ваш доклад. У меня буквально два вопроса. Первый вопрос с какими, какие сложности и как вы с ними справляетесь при трансторакальной биопсии, образовании верхушечных сегментов и при корневых зонах лёгких, которые, в принципе, не самые удобные для трансторакальной биопсии. А второй вопрос, если можно сразу, по каким принципам вы разделяете пациентов, которым выполняется трансторакальная биопсия на дооперационном этапе и какие пациенты не нуждаются в такой биопсии и идут к трансторакальным хирургам без неё? Ну, про пациентов, которые и не подразумеваются оперативное лечение, понятно, для чего верификация материала. Уважаемый коллега, отвечая на ваш первый вопрос, что касается верхушечных сегментов, это вообще замечательное расположение. Всё, что касается верхушки, это прекрасно, потому что верхний сейчас лёгко смещается минимально, в отличие от нижних сегментов, поэтому здесь мы используем задний доступ, даже если образование смещено кпереди. Ну, конечно, если это не основание третьего сегмента, всё-таки повыше, поэтому мы сможем спокойно пройти сзади, вплоть до этого образования, выполнить забор материала. что касается оценки стратегии выполнять биопсию и не выполнять биопсию, если это центрально расположенная опухоль с вовлечением крупных бронхов, то, естественно, мы начинаем с неинвазивных вмешательств, бронхоскопия, иногда повторная бронхоскопия, и в случае отрицательного ответа мы рассматриваем возможность выполнения трепанобиопсии. Опять же, даже если бронхоскопическое исследование не дало результата, и опухоль расположена глубоко, это может быть 7 сантиметров от грудной стенки и так далее, то здесь все равно стоит взвесить те риски, подобное вмешательство и в определенных ситуациях все-таки мы отдадим предпочтение в виде код-турокоскопии, чтобы врач уже во время операции, онколог, хирург добрался до этой опухоли, забрал оттуда материал, даже хотя бы в чисто диагностическом плане. Поэтому всегда это некий баланс, некое планирование, оценка возможных рисков, осложнений и целесообразности проведения подобного вмешательства. Илья Александрович, спасибо большое за блестящий доклад, а также спасибо Вам за то, что Вы разгрузили наше отделение от выполнения диагностических видеотурокоскопий, хотя мне кажется, что некоторые начинающие хирурги немного недолюбливают Вас, потому что Вы забираете у них операции. Стараюсь, стараюсь. Можно еще один. и Вы блестяще это делаете. Конечно, пожалуйста. Илья Александрович, вот скажите, в практической точке зрения по времени сколько занимают процедуры таракальные, про почки, про печень можно не говорить, таракальные, и сколько это стоит? Сейчас цена вопроса всех интересует, любое учреждение, поэтому время. Да, и Вы по специальности рентгенолога? У меня два образования рентгенолога и хирург. А в штате находитесь? В рентгенологической ставке. А, ну, значит, хирурги вокруг Вас прыгают. Вот хотелось узнать все-таки время и стоимость. По времени это примерно в районе 20 минут, как правило, так. Иногда в отдельных ситуациях может быть больше, но в какой ситуации это может более длительно продолжаться? В той ситуации, когда мы видим, к примеру, возник краевой пневмоторакс, и мы думаем, что с этим делать пациентам дальше, либо отпускать его, либо наблюдать и так далее. Иногда мы, если позволяет временной интервал, мы задерживаемся, мы даем пациенту полежать какое-то время на столе и выполняем повторное сканирование. В этой ситуации, конечно же, процедура может удлиниться и до 40 минут. В каких-то ситуациях, если мы видим, что пневмоторакс стабилен, мы пациента просим посидеть, допустим, в коридоре, и потом приглашаем его повторно. Если расценивать это как продолжение процедуры, то это тоже, конечно же, удлиняет. А так примерно 20 минут. Что касается стоимости, то здесь все упирается в стоимость того инструментария и в то, насколько учреждение считает, сколько стоит работа сотрудников, столько стоит работа кабинета и так далее. То есть, здесь возможны варианты в зависимости от политики того или иного лечебного учреждения. У нас стоит порядка 7 тысяч. 7 тысяч. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Илья Александрович, подскажите, пожалуйста, как на Ваш взгляд, стоит ли верифицировать очаги GGO или лучше сразу прибегать к хирургическому вмешательству? Очаги по типу матового стекла действительно являются достаточно сложными относительно верификации методом транстракальной биопсии. они даже вынесены в фактор снижающих вероятность получения информативного материала. Поэтому, если это какой-то небольшой очаг, а не какая-то обширная область, то, конечно же, стоит дать предпочтение видеоркоскопии и краевой резекции легкого. Спасибо.